Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится 2 скумбрии весом 800 грамм. У скумбрии отрезаем хвостик, голову, делая надрезы наискосок под плавники. Затем отрезаем плавники. Разрезаем брюшко. Удаляем внутренности и черные пленки. Отрезаем верхний плавничок. Теперь скумбрию хорошенько промываем. Займемся второй рыбкой. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Простой рецепт очень вкусного блюда из рыбы. Сегодня запекаю аппетитную скумбрию с овощами. Невероятно вкусное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Подойдет как на каждый день, так и к праздничному столу. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Просто поставьте рыбу в духовку и ваши гости оценят ее вкус. Простой рецепт рыбы без обжаривания. Все, кто любит рыбу, не смогут пройти мимо, не попробовав его. Теперь на рыбе делаем надрезы, не разрезая нижнее филе до конца, но при этом прорезая плавник. Надрезы делаем на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Вот такая рыбка должна получиться. Также надрезы делаем на второй рыбке. Теперь рыбку необходимо посолить. Я добавляю пол чайной ложки на две рыбки. Теперь скумбрию перчим, по желанию и по вкусу. Посыпаем специями к рыбе. Нам понадобится на две рыбки половина чайной ложки. И поливаем одной столовой ложкой лимонного сока. Хорошенько промазываем рыбку. Обязательно промазывая надрезы и брюшко. Теперь мелко нарезаем пол пучка укропа. Посыпаем рыбку, не забывая про брюшко. Форму для запекания смазываем одной столовой ложкой растительного масла. Перекладываем рыбку и отставляем в сторону промариноваться на полчаса. Займемся овощами. Один лук промываем, очищаем, разрезаем пополам. Нарезаем не толстыми полукольцами по количеству надрезов рыбки. Перекладываем лук в блюдо. Также нам понадобится полтора болгарских перцев. Перец промываем, разрезаем пополам, удаляем плодоножку и семена. И нарезаем крупными кусками по количеству надрезов рыбки. Перекладываем перец в блюдо. Также нам понадобится полтора сочных спелых помидоров. Разрезаем пополам, удаляем плодоножку. И нарезаем полукружочками по количеству надрезов рыбки. Теперь овощи солим и перчим по вкусу. Посыпаем прованскими травами. Нам понадобится половина чайной ложки. И посыпаем гранулированным чесноком. Нам также понадобится половина чайной ложки. Теперь формируем микс овощей. И нам понадобится лук. На лук выкладываем перец и помидор. Закладываем в надрез рыбки. Снова лук, перец, помидор. Закладываем в рыбку. Повторяем процесс, пока не заполним все надрезы рыбки. Приготовим заливку. В миску отправляем 3 столовые ложки сметаны 15% жирности. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса. И 1 чайную ложку горчицы. Хорошенько перемешиваем. Заливаем заливкой рыбку с овощами. Посыпаем 1 столовой ложкой кунжута. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени убираем фольгу и отправляем рыбку в духовку еще на несколько минут, чтобы подрумянился вверх. Скумбрия с овощами готова, подаем к столу. Блюдо из рыбы получается невероятно вкусным и сочным. Готовится из простых и доступных продуктов, вам не потребуется каких-то дополнительных кулинарных навыков, но при этом скумбрия получается очень сочной, нежной и просто тает во рту. Овощи прекрасно гармонируют с рыбой, они получаются пряными и ароматными. Если вы хотели вкусно приготовить скумбрию, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу, просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке, очень вкусный рецепт блюда из рыбы. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится 1 килограмм скумбрии. Рыбка должна быть не до конца разморожена. У рыбы отрезаем голову, делаем это наискосок под плавник. Затем делаем разрез вдоль хребта, отрезая первое филе. Вот такое филе получается. Также вдоль хребта отрезаем второе филе. Убираем внутренности черные пленки, также снимаем кожу. Поддеваем кожу сверху сбоку и придерживая филе ножом, аккуратно снимаем ее. Если на филе остались кости, срезаем их вместе с черными пленками. Повторяем процесс со второй рыбкой. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. 30 минут и готово. Я покажу вам простой рецепт, как приготовить маринованную рыбу. Очень простой способ, как солить рыбу. Маринованная скумбрия вкуснее лосося. Самый вкусный рецепт – засолки скумбрии. Это невероятно вкусно, скумбрия малосольная в домашних условиях за полчаса, всего 30 минут и вкуснейшая закуска у вас на столе. Малосольная скумбрия – самый лучший рецепт. Очень вкусный рецепт, блюдо из рыбы, готовить дома легко, просто и вкусно. Отличный рецепт как на каждый день, так и к праздничному столу. Филе необходимо нарезать порционными кусочками. вот такая рыбка получается. Перекладываем филе в миску. Рецепт смотрите под видео. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok В отдельную миску вливаем 100 грамм 9% столового уксуса и 200 грамм питьевой воды. Перемешиваем. Заливаем в скумбрию. Перемешиваем рыбку. И оставляем ровно на 30 минут. По истечении времени вынимаем рыбку при помощи шумовки. Перекладываем в удобную емкость для хранения. Добавляем 10 грамм соли. Пять грамм сахара. Черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Также нам понадобится 1 репчатый лук. Нарезаем его тоненькими полукольцами. КОНЕЦ! Добавляем лучок к рыбке, разделяя полуколечки друг от друга. Вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла, все хорошенько перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике промариноваться на ночь. По истечении времени рыбку перемешиваем и подаем к столу. Если вы не знали, как солить скумбрию, это идеальный рецепт. Рыбка получается невероятно вкусной, нежной и просто тает во рту. Рецепт скумбрии за считанные минуты. По данному рецепту получается скумбрия в разы вкуснее красной рыбы. Обязательно попробуйте, это очень вкусно и просто. Малосольная скумбрия в домашних условиях. Простой рецепт закуски скумбрии на скорую руку. Очень простой рецепт маринованной скумбрии с луком, точно круче красной рыбы в разы. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится одна скумбрия весом 600 грамм. Скумбрия должна быть не до конца размороженной, так легче будет ее очистить. У рыбки отрезаем плавники со стороны спинки, затем со стороны брюшка. Отрезаем хвостик, затем отрезаем голову, делаем это наискосок, захватывая плавник с двух сторон. Разрезаем брюшко и удаляем все внутренности. Также удаляем черные пленки и тщательно промываем рыбку. Рецепт, который впечатлил всех. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Я всегда буду так готовить скумбрию, жаль, что не знала этот рецепт раньше. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Скумбрия, запеченная в духовке, прекрасное блюдо из рыбы. Можно подавать на обед или ужин, на каждый день или к праздничному столу. Простой рецепт без обжаривания. Рыба с картошкой, здоровая и дешевая еда. И делаем надрезы со стороны спинки на расстоянии 2 см друг от друга, не разрезая хребет. Вот такая рыбка получается. Теперь рыбу солим. Я на полкилограмма рыбы беру пол чайной ложки соли. Перчим. Добавляем пол чайной ложки специй к рыбе. Добавляем пол чайной ложки сладкой копченой паприки. Одну столовую ложку лимонного сока. И одну столовую ложку растительного рафинированного масла. Хорошенько обмазываем рыбу со всех сторон. Не забывая про брюшко и надрезы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Перекладываем скумбрию в блюдо. Накрываем пищевой пленкой. И оставляем промариноваться на полчаса-час. Тем временем займемся овощами. Два средних картофеля промываем, очищаем, нарезаем небольшим кубиком. Добавляем пищевой пленкой. Добавляем по степени и saucно. Equity к Friedman Отправляем картошку в миску. Также небольшим кубиком нарезаем 1 репчатый лук. Добавляем картошки. Один красный сладкий болгарский перец промываем, разрезаем пополам и удаляем плодоножку с семенами. Нарезаем небольшим кубиком. Добавляем к овощам. Теперь овощи солим по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. Перчим. Добавляем пол чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем две столовые ложки майонеза и одну чайную ложку французской горчицы в зернах. Хорошенько перемешиваем овощи. Форму для выпекания смазываем одной столовой ложкой растительного рафинированного масла. Лимон нарезаем тоненькими полукружочками по количеству надрезов в рыбке. Закладываем лимон в каждый надрез скумбрии. Натираем на крупной терке треть груши. Закладываем грушу в брюшко рыбки. Перекладываем скумбрию в форму для выпекания. Раскладываем овощи с двух сторон от рыбки. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Смотрите по своей духовке. Затем снимаем фольгу и отправляем рыбку в духовку еще на пять минут. Скумбрия фаршированная грушей с овощами готова. Рыбка получается невероятно вкусной, сочной и ароматной. Прекрасное блюдо на обед или ужин для всей семьи, на каждый день или к празднику. Жареная рыба уже в прошлом. Подруга из Кореи научила так готовить скумбрию. Любители рыбы не могут пройти мимо, не попробовав его. Вся семья будет в восторге. Если вы не знали, как приготовить вкусную рыбу в духовке, этот рецепт просто находка. Просто приготовьте рыбу и все останутся довольны этим рецептом. Я больше не буду жарить рыбу. Вкусный рецепт макреля из простых и доступных продуктов. Блюдо готовится на скорую руку. Запеченная скумбрия в духовке с овощами никого не оставит равнодушным. Смотрите также вот эти мои рецепты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего! Готовьте с удовольствием! Пока-пока!